здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые зрители воскресенье 2 августа 2020 года 9 часов утра город нью-йорк 16 часов время московское мы начинаем наши программы меня зовут майкл меликов руководитель и организатор центра сангейс университета познания личности но на ваших экранах вы видите простите софия бланк софия рад приветствовать вас и вас приветствую майкл и всех вас наши дорогие зрители слушатели поклонники да у нас коллективная молитва медитации ну и как всегда мы начинаем чего софия и подарка майкл подарок от англии а вы в наушниках или нет софия нет я в наушниках наушниках вы забыли что вы в наушниках да вот я вам напомню что вы наушниках эхо почему-то идет мне так показалось хорошо поехали значит дорогие мои мне дано поручение сегодня передать вам подарок и правда от ангелов дело в том что ангельская терапия во всяком случае в америке давно распространенный метод помощи людям и я хочу вам сегодня передать тот основной метод который использует ангела терапевты для помощи знакомым близким детям свое время одному из основателей этого метода ангелы передали методику суть этой методики сводится к тому что вы вот так вот крабиком накладываете руки на пораженный орган но ангелы лечат те заболевания которые не лечат врачи ну например страх чувство вины чувство стыда невозможность выразить публично свои знания свои пожелания от стеснения так вот друзья страх чувство страха который испытывают сейчас очень многие имеет прямую связь с почками и селезенкой значит вы вот так вот складываете руки как бы обнимая орган или органы почки можете сзади себя за спину взять или одну руку со стороны живота другую руку со стороны спины завести на почки почки вы знаете находится чуть ниже ребер сзади а селезенка находится у нас в левом подреберье тоже но не совсем не так низко где-то под грудью но ближе к боку значит вы складываете таким образом руки и обращаетесь к ангелам но раньше вы не забываете что вначале всегда идет очень наш читаете очень наш 7 раз желательно перед чтением молитвы поставить горящую свечу руки по обе стороны от свечи и обратившись к создателю и матери мира попросить сил и мудрости на исцеление тани мани вани кто будет под вашими руками затем обращаетесь к ангелам ангелы целители ангелы спасители прошу вас придите и такому-то человеку помогите избавьте его от страха можете назвать какие виды страха у этого человека могут быть страхи закрытого пространства могут быть страхи будущего могут быть страхи болезни могут быть страхи там тетки дядьки колдуна колдуни еще кого-то называете вид страха моего там друга сына ивана петра марию исцелите здоровье радость счастье и любовь подарить и благодарю 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 вас дорогие и прошу вас не покидайте ни илана марию петра ни в день ни в ночь прошу вас будьте и со мной и со всеми теми кого я люблю и при этом дорогие вы представляете как ангелы которые приближаются к вам направляют в вашу сторону энергию в виде молнии на конце которой звездочка направляют на тот орган который находится под вашими руками на следующих наших встречах я продолжу продолжу расшифровку подарков а вы пока осваивайте наш сегодняшний первый подарок тем кто находится на разных континентах с благодарностью за то что этот дар от ангелов был принят на американской земле и теперь мои дорогие я надеюсь что вы водичку поставили и начинаем дорогие наши молитвы мы сильно создаем стадион вы знаете для чего для того чтобы с помощью наших фантомов которые наши копии и которые выполняют наши указания усилить наши молитвы мы с вами начинаем отче наш неведомый носущий да святится имя нам твое пусть придет закон твой свет дающий миру в звезд и в наше бытие в этот день ты накормил слепо прости нам грех смертные долги какие мы прощаем перед небом от соблазна и от зла обереги великая мать здесь и сейчас я призываю тебя о всемилостивая мать твой свет течет во мне и через меня свет великой матери прикасается к моей сахасрали теменной чакре да буду я едино с истоком сотворившим меня и мое солнечное существо да буду едино я с истоком сотворившим все миры свет великой матери прикасается к моей аджни третьему глазу да станет ясным мой разум да наполнится он мыслями о вечном свет великой матери прикасается к моей вишутки эмоциональной чакре на шее да станет правдивым каждое мое слово да наполнится оно высшим знанием свет великой матери прикасается к моему центральную чакраму сердечной чакре да станет любящий моя душа да обретут в ней свою обитель лучезарные ангелы свет великой матери прикасается к моей маникуре да познает божественный мир все мое существо да будет пламенным его служение высшему свет великой матери прикасается к моей свадхистане да будут праведными мои желания да устремят они все мое существо высший свет свет великой матери прикасается к моей младхаре да будут законными все мои начинания да утвердят они в мире божественный свет свет великой матери прикасается к моим ногам да будут благословенными мои пути да приведут меня они в небесное отечество свет великой матери прикасается к моим стопам да будет твердым мой шаг дополняет да наполняет его мудрость указа горнева свет великой матери прикасается к моим рукам да будут все мои труды посвящены эволюции да воссияют во вселенной сотворенные мной истоки красоты и вот я стою преображенная в потоке любви великой матери о всемилостивая мать твой свет течет во мне и через меня ом 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 Далее, мои дорогие, читаем молитву, которая дает возможность осознания всем участникам процессов преображения. Слава Тебе, Создатель Миров и Существа Каждого! Создатель Миров и Создатель Миров и Создатель Миров. Силе и Силе, Силе формообразования, все Светлые Духи, представляющие эти Царствия. И далее, мои дорогие, прославление приединства Создателей. Слава Тебе, Сеединый Творец! Отец и Мать Миров и Сфер и Существа Каждого! Слава Тебе, Создатель Миров и Создатель Миров и Создатель Миров и Создатель Миров. Слава Тебе, Создатель Миров и Создатель Миров и Создатель Миров. все и директора, князья земной стихии Царства Минерального. Благодарим и славим вас, наши братья и сестры, в свете. Это стихиали, баньши, гномы, тролли, хранящие сокровища земли, все духи просветленные, кто в воле поминуя Исущего Творца и той любви, которая есть суть и состояние Божественного Света, служить готовы человечеству планеты, чтобы содружество всех иерархий здесь создать, которого до сель Вселенная не знала, и раса но моя, ангелов, людей-элементалов, свой начинает путь, победно восходя по эволюционной спирали, ведущей жизнь к лучшине бытия, Аминь и Аллилуйя. Слава вам. Друзья, и позволю себе заметить и сделать акцент на том, что это замечательное слияние. Мы с вами в разных уголках Земли начинаем с платформы. Сан-Гейтс-центра. Центра, который становится мировым университетом духовных знаний. И, дорогие, я хочу вам зачитать письма, которые получили Надежда Домашева Самойленко и Владимир Самойленко от своих учеников и посчитателей. Послушайте, дорогие, эти письма как молитва. Дорогая Мать-Земля, я, Валентина, приветствую тебя и благодарю за то, что ты приняла мою душу в земные воплощения. Только сейчас я начинаю понимать слова «живая планета» и то, что всё вокруг меня живое. Я начала разговаривать с водой, растениями, камнями, цветами и хочу понять предназначение каждого элементала, каждого царства и каждой стихии. Человеку дано побелевать, но каким при этом он должен стать, чтобы претендовать на это право? Мы, люди, начинаем понимать, что это право ещё надо заслужить, вырасти из детских штанишек, когда, как несмышлёныши, вредили природе. Прости нас, Матушка-Земля, что делали своим осквернением с твоим телом, питающим нас, что причиняем тебе боль, копаясь в твоём чреве, что ядами отравляем твою кровь и воздух, загрязняем все твои пространства. Ты каждодневно являешь нам пример взаимопонимания двух великих начал, а мы не видим и не понимаем. Прости нас за это. Благодарю тебя, Земля, за твоё терпение и любовь. Проснутся люди. Вот увидишь, это будет скоро. И будут жрецы и жрецы, Матери Мира, нести знания о таинстве взаимопонимания и сотрудничества. С элементарными и ангельскими потоками. А дети уже сейчас будут узнавать, что ты живая и живое всё, что вокруг них. Да будет так. И так и будет. Поверь. Сегодня мы были в гостях у Великого Банча. И там я увидела в изваяниях его резиденции все царства и стихии. Везде дружба и согласие. Везде единство. И мы придём к этому пониманию. Уже приходим. Отказываемся от своей самости. Поверь. Поверь, нам это сбудется. Благодарим тебя за приют, за то священное место в Крыму, где происходит это понимание. Благодарим тебя за море, за тепло, за урожай богатый, за персики, что щедро нам даришь, за дивное пространство, не имея лиры, за волшебство её, за розы, за гармонию, которую дают моей душе поля и ароматы сада, в котором проявился дух Эдема. За всё, планета Мать, тебя благодарю. И ещё одно замечательное письмо, мои дорогие. Дорогая планета Мать, мой человеческий ум не способен понять всё величие твоего предназначения, но возможность отождествления со своей солнечной душой раскрыла импульс глубочайшего осознания для меня той безусловной и жертвенной любви, которую ты даришь всем творениям, созданным Господом. Не для тебя, как и для Господа избранных. Каждому ты даришь любовь свою и песчинки малой, и тем титанам, которые населяют твои пространства. Научи, любимая Мать, окорми светом знаний своих и мою душу, чтобы смогла быть полезной всем мирам твоим и всем существам в них обитающим, любуясь чудесным многообразием трав, цветов, лесов, телом реки, огибающей величественные горы, красотой изумрудных долин, залитых золотыми лучами солнца, голубыми глазами озёр, я сливаюсь с тобой и своей безупречной красотой. Ты так прекрасна, ты так хороша во все времена года, как к лицу тебе подвенечное убранство весенних садов и яркие краски лета и царственный пурпур и серебро земных снегов. В каждой своей клеточке я чувствую твою любовь. Ты обнимаешь меня и наполняешь меня жизнью всех своих стихий и элементов. И эти проникновенные объятия дарят мне ощущение единства со всеми твоими творениями и всеми твоими царствами. Сегодня, когда мы посещали пещеру, я почувствовала нежный тонкий импульс, исходивший от скалы. «Прикоснись ко мне щекой», сказала она мне. И я прикоснулась. И, о чудо! Я ощутила нежный поцелуй благодарности. Какой восторг родился внутри меня. Люблю и благодарю. Я повторяла это внутренне все время, отпущенное мне для посещения пещеры. Не так давно я поняла, что камни живые существа. При нежном поцелуе скалы я почувствовала, как бьется ее сердце и даже услышала легкий тук. С любовью и благодарностью к тебе, родная и любимая наша Матушка Земля. Надежда. Не могу удержаться, друзья. Еще одно замечательное письмо-молитва. Добрая моя, любимая моя планета, хлебосольная, плодородная, необъятная, величественная, нежная, украшающая собой Вселенную. Не хватает эпитетов, чтобы выразить все твои качества и твою неизбывную красоту. Почему-то вспомнилась картинка из школьного учебника, где в бесконечном звездном пространстве парит небольшой голубой шарик. И детское удивление мое, Господи, да какая жена маленькая, словно жемчужинка на фоне гигантских планет. Помню захлестнувшее меня тогда чувство нежности к этой маленькой жемчужинке света, летящей в бескрайнем космосе. И чувство нежности к ней до сих пор живет в моем сердце. Только теперь я понимаю, какой высокой честью удостоилась моя душа, чтобы прийти на Землю и жить в ее мирах. Чувствовать, радоваться, творить. Ты нежная моя матушка, Земля, самая прекрасная жемчужина мироздания. Что может сравниться с твоей красотой? Что может сравниться с блаженством просыпаться каждое утро в твоих любящих объятиях? Помню, как ранним летним утром мы с маленькой еще моей дочкой пришли к морю. Тихая гладь воды, легкий, ласковый морской бриз, теплые камушки, по которым мы шли к воде. Мы вошли в море, и ты, матушка, Земля нежно заключила на свои объятия и трепетно покачивала на волнах. Это было удивительное единение с тобой, своими стихиями, водой, воздухом, землей, и вдруг из-за твоего горизонта показался краешек огромного оранжевого солнца. Дочь моя даже не высказала, а выдохнула. Мамочка, как красиво! Поднимающийся огромный диск солнца, словно огромный воздушный шар, парил над морем, не нарушая тихую небу утра. И от его теплых лучей заискались мириады радужных бликов на поверхности моря. И эти блики побежали навстречу поднимающимся над морем горячему солнцу. И я так же выдохнула, обращаясь к тебе, мамочка, как красиво! Мы с дочерью стояли, обнявшись, по пояс в море, проживая удивительный миг единения, любви, красоты и несказуемого счастья. Спасибо, родная моя матушка-земля, за такие миги, за то, что рождаешь в сердцах наших детей такое же чувство восторга, восхищения тобой, как и у нас. Как же я люблю тебя, дорогая матушка-земля! Вот такие удивительные слова любви, нежности и восторга высказывают люди, осознавшие то, что все вокруг живое, осознавшие присутствие ангелов, элементалов и наше единение с ними. И мы, конечно, бесконечно благодарим их за тот привет, за тот подарок, который они передали нам сегодня утром и пообещали, что этого подарка будет продолжение. И, дорогие мои, молитва, обращенная к Отцу Небесному, Отец мой Небесный, не покидай меня в своей любви и веди к цели жизни, ибо я доверяю тебе безмерно. Пожалуйста, окутай меня своей любовью и привнеси дерзание и радость на моем жизненном пути. Помоги мне мудро и достойно пройти все дороги, ибо это дороги к тебе. Укажи мне путь и помоги избавиться от страхов и сомнений, ибо я всем сердцем стремлюсь к тебе. Сердце, отданное тебе, Господи, отдано только тебе. Все силы мира не разорвут той нити, которая связывает тебя и меня. Все силы враждебные отойдут и замрут в неподвижности и в бездействии пред любовью моего и твоего сердца. И да будет так ныне пресно и во веки веков. Господи, Ты, который заботишься о самых малых и ничтожных в мире сём, прими в заботу, попечение и в любовь тех, о ком я прошу. Не остави, покрой их крылом любви своей, пошли свои благословения, вдохни в них силу творчества твоего, овей их сиянием мира твоего, ибо страдают они и света не видят, а если увидят, то поймут ли? Освяти их пониманием жизненного пути и цели их воплощений, укрепи шаг их для того, чтобы мир, благодать и сила могли стать их благословением, сияющей благодатью и счастьем для всех и каждого рядом с ними и вдали. Укрепи, освети, овей их крылом силы и любви твоей. И да будет так. Эти молитвы мы относим к тому списку, который каждый раз появляется на мониторе во время наших молитв. И мы адресуем эти молитвы ко всем тем, которые находятся рядом с нами, осознавшим, еще не осознавшим важность соединения с высшими силами и с ангелами. Мы дарим их всем людям Земли с любовью и нежностью. И, дорогие мои, очень хочу, чтобы вы заучили молитву, которая называется «Молитва и благословение». Она передана к нам от первосоздателя, первотворца, имя которого свет вечного. Да будет благословено все сущее, да будет благословенно все, что составляет меня. Я прошу свет вечного сойти на меня и далее перечисляем имена тех, о ком болит наше сердце. Да будут благословены все добрые люди, да буду благословен я. И еще одна молитва обращенная к божественным силам, которые иначе называют фундаментальным светом вселенной. Всемирное сознание, фундаментальный свет вселенной, я ваша часть. Прошу наполнить меня вашей родной мне энергией, пусть она пройдет сквозь меня, наполнив мое тело и поле вокруг меня. Прошу открыть информационные каналы, каналы познания и ввести в меня опыт, знания и мудрость, которые накоплены в недрах фундаментального света и хрониках Акаши. Прошу фундаментальный свет, божественные силы вразумить и направлять меня в Софию и моих близких называем их имена. Исцелить меня Софию и моих близких опять называем имена, делаем паузу. Дав всем нам понимание того, что мы созданы для добра и любви, для обретения новых знаний и необходимости проявлять их в нашей жизни и делах, дарить свет нового всем тем, кого встретим на нашем жизненном пути. Прошу дать это понимание всем людям, всем, тем, кто находится рядом и вдали. Все, что мы излучаем, возвращается к нам в усиленном виде. Излучаемое добро, милосердие и любовь возвращаются намного более усиленными в наш адрес и в адрес тех, о ком мы молимся. Наша цель привести к осознанию как можно больше окружающих нас людей, передав им тепло и благословение фундаментального света нашего Создателя. И как мы можем не поблагодарить наших высших за такие бесценные слова, за такие удивительные подарки. Мы обращаем слова и чувства благодарности, восхищения, восторга ко всем тем, кто связан с нами в высших мирах, ко всем тем, с кем мы связаны на земле добрыми светлыми вузами. Мы выражаем благодарность Отцу и Матери Небесной Свету Вечного Архангелам и Ангелам, Великим Духом Стихий, Элементальным Существам, Великим Духом Гор, Вулканов, Океанов и Морей. Да будет мир вам, да будет радость вам, да будет добро вам, и да будет победа ваша скорой, окончательной и бесповоротной, и на нашей родной земле, и во всем великом космосе. Аллилуйя, 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 Асанна, Асанна, Асанна. Благодарю Софию Михайловну, как всегда, это было очень волнительно и очень здорово. Дорогие друзья, мы благодарим Софию Бланк за эту молитву, которую она с нами провела. Благодарим вас за участие в этой программе. Асанна.